Это видео взбудоражило Казнет. Кадры трехлетнего ребенка, движение которого ограничивает предмет, похожий на пояс, а рот закрыт платком, вызвали негодование пользователей соцсетей. Девушка, которая требует уйти, тетя ребенка. Вспоминая то, что произошло 8 января, она говорит, что до сих пор испытывает страх. Наш бывший зять в дом ворвался с какими-то женщинами. Они стали размахивать ножом, кричать, что всех нас порежут. Я стала кричать, чтобы они убирались, но они выгнали меня из комнаты, а потом появилось это видео. Сразу после инцидента отец, по словам матери, силой забрал ребенка. Это все было постановкой. Он сделал это, чтобы алиментов не платить. Он хочет отнять у меня детей. Сейчас сын у него. Я не давала, чтобы он забирал. На улице на машину его кидалось, но одна из его родственниц пнула меня. Я упала, и они уехали. Отец с обвинениями в свой адрес категорически не согласен. Говорит, сына забрал, потому что испугался за его жизнь. Жена позвонила в три ночи, сказала, что сын заболел. Я сразу спросил, какие лекарства привезти, но она сказала, приезжать не надо, скинь деньги на карточку. Я всю ночь не спал, переживал. Когда в дом приехали, он открыт был. Моя родственница первая пришла в дом, я услышал ее крик. Сразу бросился в дом и увидел своего связанного ребенка. Разве такое можно подстроить? Я платил алименты, но с детьми видеться мне не давали. Тогда, пять месяцев назад, я перестал ей платить. Детей своих я с ней не оставлю. Сразу после инцидента он обратился к полицейским и написал заявление на бывшую супругу. Данный факт полицейский зарегистрировали по статье 140-й уголовного кодекса Республики Казахстана неисполнение обязанностей по выступлению несовершеннолетнего. В ходе досудебного расследования установлено, что конфликт между бывшими супругами возник из-за неуплаты алиментов. Они находились в гражданском браке в период с 14 по 18 годы. В совместном браке имеют двух малолетних детей. Женщина ни на каких учетах не состоит. Следователем была назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении ребенка. На сегодняшний день по результатам экспертизы установлено, что никаких телесных повреждений на теле ребенка не обнаружены. Досудебное расследование продолжается. К слову, органы опеки до сих пор не побывали ни в той, ни в другой семье. Мы видео получили два дня назад, так как нам не поступали с обращением. Мы пока проверку не проводили, сейчас этим занимается полиция. Но мы создадим комиссию и обязательно к ним поедем. Точку в этом деле поставит суд, так как ни отец, ни мать отступать не намерены. Главное, чтобы в этой борьбе разменной монетой не оказались дети.